Добрый вечер! Сегодня 29 июля, среда. Вы смотрите новости на 17 канале в студии Сергей Заворотнюк. Сегодня в выпуске. Нынешней ночью Совет Безопасности ООН рассмотрит резолюции Малайзии по расследованию авиакатастрофы над Донбассом. Президент Украины открыл во Львове памятник митрополиту Шептицкому. Софию Киевскую могут исключить из списка объектов ЮНЕСКО. Мирный план Порошенко разработан в Кремле, утверждают патриоты Украины. Совет Безопасности ООН сегодня голосует за резолюцию о создании Международного трибунала для расследования авиакатастрофы Боинга-777. Заседание начнется в 22.00 по киевскому времени. На рассмотрение Совета вынесут документ, предложенный делегацией Малайзии. В нем произошедшее обозначено как угроза международному миру и безопасности. Украину на заседании в Нью-Йорке представит министр иностранных дел Павел Климкин. Резолюцию поддержала Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина. 150 лет со дня рождения Андрея Шептицкого. Во Львове президент Петр Порошенко и глава Украинской греко-католической церкви Святослав открыли памятник митрополиту. По словам Гаранта, лучший памятник владыке – сама независимая Украина, которая находится на пути к семье европейских народов. Памятник Шептицкому установлен во Львове на площади Святого Юра. На церемонию открытия, несмотря на дождь, пришли около 12 тысяч паломников. Напомним, что Ватикан начал процесс причисления к лику блаженных митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. Мирный план Порошенко разработан в Кремле, а децентрализация приведет к исчезновению страны. Об этом заявили во время круглого стола представители патриотических сил, известные политики, ученые, языковеды, народные художники, герои Украины. Они резко критиковали власти и призывали определиться с позицией все политические партии до выборов. Такие непривычные для Киева заявления и воззвания слышали и корреспонденты Первого мирного. Круглый стол проводят уже в восьмой раз. Он является подготовкой ко всеукраинскому вече, в котором примут участие все бывшие президенты страны. За столом люди, участвовавшие в формировании современной Украины. Известные во всей стране художники, ученые и политики. Участники говорят, они отстаивают интересы государства. А вот высшая власть этого не делает. Герой Украины Степан Хмара Петра Порошенко президентом не называет. Он считает, что нынешний глава государства не гарантирует ни права граждан, ни целостность страны. Евромайдан стоял за демократию, свободу слова и движение в Европу, говорят участники. Спустя всего год у семи центральных телеканалов есть черные списки нежелательных гостей, негодует политика лезть до ней. Украина по-прежнему часть СНГ. Экономическая часть соглашения с Европой, которой больше всего боялся Путин, так и не выполнена. А мирный план Порошенко полностью учитывает интересы Кремля. Я считаю, что мирный план президента был написан не в Киеве, а писался в Кремле. Это было заплановано до президентской каденции. И, на жаль, президент считает, что он вдячен больше Путину, который остановил агрессивные действия на передаче президентских выборов и уможил их проведение, а не украинскому народу. Критикуют не только внешнюю политику. Участники «Круглого стола» считают, что власть уничтожает народ, создав невыносимые условия жизни. Из-за этого талантливая молодежь уезжает за границу. Решительные патриоты гибнут в зоне АТО. А на Донбассе более полутора миллионов украинцев живут в аду. Участники призывают все политические партии определиться, поддерживают ли они украинскую власть. Герой же страны предупреждает тех, кого привел к власти Майдан. Если так будешь себя проводить, ты попадешь в народный трибунал. И не знаю, что тебе так легко обойдется, как твоим предприятиям. Оксана Виттер, Александр Маранюк, 17 канал. Суд над российскими военными ГРУ начнется уже осенью. МВД Украины готовы объединиться с милицией ДНР. Место добровольческих батальонов под Мариуполем заняли морпехи. Украинские зенитчики упражнялись стрельбе в секторе М. Долгожданный апгрейд. Корпорация Microsoft презентовала Windows 10. Подробности далее в нашем выпуске. Служба безопасности Украины показала новое видео с двумя российскими военными, обвиняемыми в терроризме. Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Задержанные до сих пор находятся в Киевском военном госпитале. Как сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, судебный процесс над бойцами ГРУ начнется уже в сентябре. Публикация новых кадров при участии российских военных последовала за фейком о том, что украинская сторона их уже обменяла на своих военных. Украинская милиция объединится с милицией ДНР для совместного патрулирования Широкина и защиты наблюдателей ОБСЕ. Об этом украинскому телеканалу рассказал заместитель начальника главного командного центра генштаба генерал-майор ВСУ Александр Размазнин. Также он добавил, что представители ОБСЕ безоружны. Поэтому ответственность за их безопасность полностью несет украинская сторона. Напомним, что согласно минским договоренностям, Широкина безусловно относится к подконтрольным Украине территориям. Апгрейд. Компания Microsoft внедряет операционную систему Windows 10. Испытать все преимущества и недостатки новой винды до 2016 года пользователи смогут бесплатно. Правда, относится это к владельцам лицензионных копий Windows 7 или 8.1. В числе преимуществ системы – быстрый запуск, экономия заряда аккумулятора, встроенный пакет Office 2016. Internet Explorer заменит новый, более быстрый Microsoft Edge. Главная новинка системы – голосовой помощник Cortana. Hi, I'm Cortana. Он будет настраивать систему с учетом индивидуальных потребностей пользователя. Но испробовать, к сожалению, не смогут. Cortana не говорит ни на украинском, ни на русском. Украинские IT-блогеры в сети уже назвали порядка 10 причин, по которым не стоит спешить с установкой Windows 10. Например, неотключаемые автообновления, которые будут устанавливаться без ведома пользователей. А при переходе с предыдущих версий Windows есть угроза потери данных и невозможность возврата к проверенной системе. Пользователям рекомендуют подождать несколько месяцев. За это время разработчики других программ смогут наладить совместимость с новой операционкой. И переходим к событиям в зоне проведения АТО с целью показать более полную и объективную ситуацию. 17 канал представляет сводку обеих сторон конфликта. На Луганскому напрямку эпицентриров боевых действий вчера было в Место Счастья. Провелся ранковый минометный обстрел, уже в второй половине дня ворожий загин штурмировал наш опорный пункт. Напад был отбит. Также в темную пару дней боевики стреляли бля станицы Луганской. При этом использовали минометы и стрелецкую сбору. На Донецком напрямке трьома найгарячейшими точками вчера были наши позиции на Схид и на Захид от Светлодарского водосховища. Украинские укрепления біля Донецкой обездной дороги, а также Место Марьенко. На Захиде от Донецка боевые действия триваются в обычном целодобном режиме. Відносно спокойными есть лишь несколько часов после Схода Солнца. Концентрация живой силы и тяжелой техники противника на передовозе остается высокой от Ясеноватости до Александровки. На Марьевопольском напрямке режим тиши дотримуется почти идеально. Зафиксирована лишь одну оруженную провокацию. Вона сталася между Лебединским и Водяным. Это 5 км певничнее от села Широкино. За минулую добу внаслідок боевых действий загибших украинских военнослужащих не было. Однако двое наших бойцов зазнали поранень. Это произошло в Марьинске. Обстановка Донецкой народной республики остается сложной. Украинская сторона за прошедшие дни 21 раз нарушила режим прекращения огня. По территории Донбасса было выпущено 10 артиллерийских, 10 танковых, 41 мина калибром 82 и 120 мм. Также применяли грандометы и стрелковые оружия. Благодаря прерывности совместной работы, совместного центра и миссии ОБСЕ отмечается снижение интенсивных обстрелов населенных пунктов республики. Артиллерийскому минометному обстрелу подвергся населенный пункт Зайцево со стороны населенного пункта Майорск. В ходе разбора завалов жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинских карателей населенного пункта Кальмовской, сотрудники МЧС найдены фрагменты тела женщины, опознанные. Потерь среди военнослужащих армии ДНР нет. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает выявлять факты перемещения военной техники и личности состава вооруженных сил Украины. Помимо массовых перемещений легкобронированного транспорта в населенном пути Новокалинова и Верхняя Торецкая, южнее населенного пункта Курахово, населенного пункта Антоновка, 20 км от линии соприкосновения сторон установлено местонахождение 6 единиц 152 орудий, 152 мм орудий, 2,36 гиацинт-Б. Таким образом, под видом ротации подразделения вооруженных сил Украины командование АТО производит стягивание войск в район населенного пункта Широкина, где в целях сокрытия своих действий ведет отпугивающий обстрел по наблюдателям ФБСЕ, в результате которых есть пострадавшие. Несмотря на протесты гражданских активистов и волонтеров Мариуполя, из Широкина, крайнего рубежа обороны города, вывели добровольческие батальоны. Их место заняли морские пехотинцы в ССУ. Сразу же по прибытию на позиции черные береты попали под обстрел в районе Василькова. Все готовы к выполнению задачи, которые перед ним стоят. Отличный состав, морской фехот. Все готовы к выполнению задачи. Все сюда пришли. Все, скажем, защищать свои дома, деревни, города. Все настроены. Боевой потенциал есть. Приобретенные во время проведения занятий, вещаний. Боевой опыт имеется, конечно же, не всего. Это гранитная толоколка. Это тоже Широкина в прошлом году. И в этом начале этого года. Комбат заверил, что морпехи имеют все необходимое для службы, но от помощи волонтеров отказываться не стал. Киев и Донецк продолжают споры о том, кто именно является инициатором отвода войск от линии соприкосновения. Тем временем, населенные пункты Донбасса подвергаются ежедневным обстрелам. В частности, над прифронтовой горловкой Донецкой области артиллерийская канонада не умалкивает ни на день. По словам местных жителей, тишина наступает лишь тогда, когда приезжают наблюдатели ОБСЕ. За время проведения антитеррористической операции в секторе М сбиты 4 беспилотных летательных аппарата. Стоимость каждого из них – 1 миллион долларов. Бойцы ВСУ, защищающие Мариуполь, постигают азы тактики противодействия авиации противника в случае нападения. Учебный курс по отработке стрельбы по беспилотникам противника проходит в поселке Урзув. В стрельбах участвует отделение переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрелы-10» и зенитно-пушечного ракетного комплекса «Тунгуска». Ці научения нужны для того, чтобы удосконалить опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами, провести боевое злагоджение зенитно-ракетных комплексов в разных типах, и чтобы они смогли выполнить поставление завдания в том месте, где они будут. Софию Киевскую могут включить в черный список объектов ЮНЕСКО, а потом и вовсе исключить, рассказали представители интересов международной организации. Это лишит Украину тысяч туристов. Все из-за того, что территория вокруг архитектурного заповедника незаконно застраивается, что не только портит ландшафт, но и запрещено правилами ЮНЕСКО. Как общественники будут бороться с незаконными стройками, знает Оксана Витер. Территория вокруг Софии Киевской застроена в основном в 17-18 веках. Это целый квартал с двух-трехэтажными домами. В последние 20 лет здесь появилось несколько строек и домов, портящих вид вокруг собора. Один из них на Олеся Гончара даже заморожен. Документы о нарушении международных норм подали в ЮНЕСКО сами украинские общественники. Четко в решении было написано, что края-участница должна демонтировать, привести до соответствующего стану шляхом демонтажа заевых поверхностей, которые расположены в буферной зоне Софии и Лавры. Должны снести не только верхние этажи замороженных строек, но еще и элитный дом Куровского. Он перегораживает вид архитектурного комплекса с юга. Технически сделать это легко, говорят архитекторы. Только решения властей пока нет. Между тем, из-за нескольких десятков элитных квартир Украина может лишиться миллиарда долларов. Каждый иноземец, который приехал в Украину в качестве туриста, оставил тут 1686 долларов. Потек туристов, снова-таки, за экспертными оценками, этот год, то есть 14-й год, был 1,8 миллиона. В Киевском реестре архитектурных ценностей более тысячи памяток. В списке учли лишь малую часть домов, которым более 100 лет. Уникальные особняки продолжают уничтожать на глазах горожан, говорят активисты. Еще пять лет назад здесь, по улице Мельникова, 51, стоял особняк Елены Дворской. Начало 20 века. Единственное строение в Киеве в стиле арт-нуво. Однако, в 2011 году дом снесли. Его продала дирекция по обслуживанию иностранных представительств. Пообещала построить здесь посольство Казахстана. Но на самом деле возвели элитную многоэтажку. Всего же на территории Киева полторы сотни незаконных строек. Начались захваты земли еще в 2004 году. Продолжаются до сих пор. Многочисленные заявления общественников, прокуратуру и милицию результатов не дают, сетуют активисты. Ведь в государстве по-прежнему действует строительная мафия. Оксана Виттер, Александр Маранюк, 17 канал. Насколько далеко зайдет дестабилизация Турции? Как именно это повлияет на судьбу Украины? Что изменится в регулировании конфликта на Донбассе? И как турецкий кризис повлияет на экономику нашей страны? Обсуждение этой темы через несколько секунд смотрите в программе «Политический вечер» с Владимиром Волей. Вы смотрели новости на 17 канале. В студии для вас работал Сергей Заворотнюк. Желаем всем мира. Редактор субтитров А.Семкин